Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре простились с Ильей Красновым, участником военной спецоперации на Украине. Командир БМП погиб при взятии Авдеевки, освобождая ДНР. Гидравлические испытания в Самаре подходят к концу. О том, что еще осталось сделать, рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. В Самару из столицы вернулись выпускники-отличники. 90 медалистов со всего региона побывали на балу в Кремле. На замену автомобилю. Сколько стоит техническое обслуживание электросамокатов? И почему самарцы предпочитают брать их в прокат? Самарская губернская дума во вторник согласовала кандидатуру Юрия Рожина на должность вице-губернатора руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. С 2020 и до июня 2022 Юрий Рожин был главным федеральным инспектором региона. С апреля 2003 до июля 2005 года он руководил управлением ФСБ Чеченской республики. С июля 2005 до июня 2016 года возглавлял управление ФСБ России по Самарской области. В 2017 году после отставки губернатора Николая Меркушкина генерал-лейтенант Рожин был назначен новым главой региона Дмитрием Азаровым на пост в Рио вице-губернатора руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства. С конца 2018 года господин Рожин также исполнял обязанности руководителя аппарата губернатора Самарской области. В Самаре простились с Ильей Красновым, участником спецоперации на Украине. Командир БМП погиб при взятии Авдеевки, освобождая Донецкую Народную Республику. Сергей Кизоркин продолжит. Для своей семьи он навсегда останется героем и патриотом России. Самарец Илья Краснов был участником специальной военной операции на Украине. Младший сержант, командир БМП 2-го мотострелкового батальона, получил множественные осколочные ранения при штурме Авдеевки. В последний день марта он скончался в госпитале. Младший сержант Краснов Илья Витальевич был отважным и мужественным человеком. Настоящим русским солдатом. Он был хорошим товарищем, добрым, отзывчивым. Пользовался авторитетом. Умным был. Жалко. К сожалению, умирают самые лучшие. Потому что не прячутся за спиной других людей. Вместе со служивцами Илья в числе первых отправился выполнять воинский долг на территорию ДНР. За отвагу, проявленную в ходе боевых действий, указом президента, младший сержант Краснов посмертно представлен к ордену мужества. 7 июля ему исполнилось бы 22 года. В Самаре у него остались родители и 9-летний брат Владислав. Проститься с героем пришли родственники, друзья, представители районной и городской властей. Военнослужащего похоронили на кладбище Центральное в поселке Рубежное. Гидравлические испытания в Самаре подходят к концу. О том, какие работы еще предстоит сделать, рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Сейчас в Самаре от горячего водоснабжения отключены 1497 домов, порядка 45 школ и 23 детских сада. Первый ВИСМР отметил, что эти ограничения плановые. Большинство домов запитаны от Самарской ТЭЦ и к 5 июля подачу воды планируют возобновить. Также, помимо отключений, городские службы и ресурсоснабжающие организации продолжают устранять порывы на теплотрассах, которые удалось выявить во время гидравлических испытаний. Работают в усиленном режиме, чтобы в кратчайшие сроки устранить все неудобства. Кроме того, Владимир Василенко рассказал, что следующие испытания, финальные, пройдут на оставшиеся ветки тепловых сетей Самарской ТЭЦ и на привокзальной котельной. У нас еще остановлено 6 котельных, которые тоже в разной степени включения происходят. По Волгарю 6 июля, по котельной ГОМ-Плесс-завода, так называемого Кряж, 11 июля, 29 июня, которые включаются завтра, это Мехзавод и Управленческий, и две котельные включаются 4 июля. Поправки в закон об образовании поддержали в Министерстве просвещения. Их представила председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова. Она отметила, что сегодня создание единого образовательного пространства стало важнейшей государственной задачей. Закон об образовании описывает учебную программу как примерную, рекомендательную. А там, где нет обязательного, отсутствует конкретика. Нужно выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Парламентарии уверены, необходимо оставить все самое лучшее в образовании, сохранить имеющиеся наработки и создать четкий и понятный фундамент. А ответственность за содержание учебников возложить на Минпросвещение России. Авторские группы, сформированные Министерством, будут создавать учебники. После этого текст должен быть утвержден и размещен в открытом доступе для общественного обсуждения. Таким образом, содержание учебников станет единым, а печатать их по-прежнему смогут разные издательства. Выпускной 2022 в Москве. 2000 выпускников со всей России съехались на главный балл страны в Кремлевский дворец. Самарскую область представили 90 отличников и медалистов. Елена Чернявская привела эти дни вместе с выпускниками и расскажет, как это было. С железнодорожного вокзала Самары на Кремлевский бал отправились 90 выпускников региональных школ. Это золотая молодежь в хорошем смысле этого слова. Каждый выпускник – 100-бальник ЕГЭ и медалист. Проводить их по уже сложившейся традиции приехали представители областных властей. Выпускников поздравил Дмитрий Кочергин. Вице-губернатор зачитал ребятам приветственный адрес от лица губернатора Дмитрия Азарова. Вы наша гордость, наше будущее, на которое мы возлагаем большие надежды. Сегодня мы провожаем вас не только на Кремлевский бал, но и в новую взрослую жизнь. Где у меня нет сомнений, вы тоже будете успешны. Я вообще очень рада, что попала в число лучших выпускников. Мне переполняет счастье город, что именно мы представляем Самарскую область на таком крупном и важном мероприятии. У меня большое волнение, конечно, радость и счастье. Такая возможность предоставляется только раз в жизни. И, конечно, надо ей воспользоваться и по полной отдохнуть, повеселиться. Ты готовилась? Я готовилась, да. Я купила самое красивое платье. Буду покорять Москву. В столице ребят ждала насыщенная программа. Обзорная автобусная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы. Воробьевы горы, канал Москвы-реки, поклонная гора, парки. Уставшие, но довольные ребята делятся первыми впечатлениями. Да все отлично, вообще прекрасно, супер. Я не знаю, мне очень нравится. И всем вокруг тоже очень нравится. Все улыбаются, всем круто, весело. А я первый раз в Москве. Впечатлений очень много. Такая шикарная экскурсия. В общем, нам очень все нравится. Да, мы в ожидании бала. Это самое главное событие для жизни выпускников. И на него многие хотели попасть. Вот, а попала я. Резиденция президента Кремль сегодня во власти выпускников. Здесь и сейчас они главные герои. Парад нарядов достоин лучших подиумов мира. Легкие, воздушные, изящные. Здесь собрались две тысячи выпускников со всей России. Самара, выпуск 20-22. Как Самара городок. Беспокойная я. Беспокойная я. Успокойте меня. Праздник начался у входа в Кремль. На Сапожковой площади для ребят организовали концерт. А дальше под аплодисменты и вспышки фотокамер выпускники подошли к Кремлевскому дворцу. И, конечно, чувствуют себя важными гостями. Я очень долго выбирала наряд, пособирала вещи. Перед самой поездкой у меня был такой легкий мандраж, потому что я очень волновалась, потому что, ну, это такой шанс. Я очень благодарна правительству Самарской области, депутату Александру Хинштейну, за то, что он дал такую возможность самарским выпускникам. Сегодня побывать здесь, в Кремле, это очень-очень ценно. Впервые в столицу на бал выпускники отправились в 2013 году по инициативе депутата Александра Хинштейна и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который тогда был мэром. В Москву отправляются дети из неполных и социально незащищенных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья, достигшие высоких результатов в обучении. Поэтому акция носит в первую очередь социальный характер. Для многих ребят эта поездка в столицу стала первой в жизни. Александр Хинштейн отметил, что с каждым годом на Кремлевский бал из Самарской области удается отправить все больше выпускников. Пытаюсь себя поставить на их место и вот вообразить, каково это. В свои первые взрослые дни ты один, без родителей, на поезде, практически через всю страну, с другими ребятами, рядом красивые девушки, впереди Кремль, ковровая дорожка, приключения. Ну, это же такое удовольствие, которое, я верю, у них останется в памяти навсегда. И это для нас очень-очень важно. Почему для меня лично важно? Наверное, потому что в своем детстве у меня не было возможности побывать в Кремле на балу выпускников. А у детей из Самарской области, у моих избирателей, теперь такая возможность есть, и я за них рад. Завершился праздник шестичасовой дискотекой в гостином дворе с лучшими молодежными диджеями и звездами эстрады. Главный выпускной бал в Кремле 2022 в самом разгаре. Позади остались экзамены, детская жизнь, впереди жизнь взрослая. Ну, а сегодня выпускник – это твой праздник, твой день. В 10 вечера Красная площадь превратилась в большой танцпол. И пусть веселье продлится лишь до рассвета, и потом виновники торжества разъедутся по домам, московский выпускной – это не просто праздник, это самый лучший старт. Елена Чернявская, Константин Головин, События. Очищали берег Волги и наводили порядок во дворах. В городской думе наградили студентов Самарского государственного технического университета за активное участие в субботниках и волонтерской деятельности. Сколько студентов отметили благодарственными письмами, и насколько важна помощь молодого поколения в благоустройстве города, расскажет Светлана Кудрявцева. 32 студента Самарского технического университета получили благодарственные письма от городской думы и молодежного парламента. Все они активно участвовали в благоустройстве города, выходили на субботники и помогали жителям наводить порядок во дворах. Мне очень приятно, что ребята уделяют помощь территориям внутридворовым, там, где уже жители в силу своего возраста не могут сами выйти по традиции, навести порядок в полисаднике, но уже просто стали физически пожилыми, немощными. И здесь ребята с удовольствием выполняют эту трудоемкую работу. С неименьшим энтузиазмом студенты принимают участие в очистке берега Волги. У нас потрясающий город, который стоит на берегу Волги. Но, конечно же, прощение с родной рекой дало свои плоды. Регулярно думу города выходило, но и студенты не оставались в стороне, с радостью поддерживали эти акции. Еще одно важное направление, где активно участвует молодежь – уборка воинских захоронений на городских кладбищах. Это не только физическая помощь, но и важная составляющая патриотического воспитания. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. На замену автомобиля. В Самаре увеличился спрос на кикшеринговые самокаты. Лишь за один летний период горожане совершают до 5 миллионов поездок. Пока в известных компаниях подсчитывают старты электротранспорта и доходы от них, некоторые самарцы отказываются от услуг прокатов и приобретают самокаты в личное пользование. Сколько стоит обслуживание популярного вида транспорта? И в самом ли деле личный самокат дешевле прокатного? В вопросе разбиралась Ольга Павлова. Перед тем, как отправить самокаты в свои первые рейсы, Никита Кирасиров проверяет их на предмет исправности. Пассажиры на Самарской набережной появляются уже в районе 10 часов утра. Поездка в пределах часа на двухколесном транспорте обойдется самарцам и гостям города в 300 рублей. Правда, прокатиться со свистом в ушах не получится. Градская набережная является той локацией, где максимально допустимая скорость электросамокатов не должна превышать 25 километров в час. На обслуживание лишь одного такого самоката, а используются они с учетом постоянной аренды довольно часто, владельцы проката тратят около 5000 рублей в месяц. И это при удачном раскладе, если не приходится менять колеса и аккумулятор. В основном затраты окупаются, но с приходом в город кикшеринговых компаний в прокатах ощутили явную конкуренцию. Жители города отмечают удобство шеринга. В то время как в прокаты двухколесный транспорт нужно возвращать и добираться до дома самостоятельно, на самокатах этих компаний можно уехать в любую точку города и припарковать их в специально оборудованных для этого местах. Достаточно заплатить за старт от 30 до 500 рублей. Эти деньги по завершению поездки конторы возвращают. Далее тарификация идет поминутно от 5 до 9 рублей в зависимости от спроса. Правда, и в этом случае, отмечают самарцы, есть что улучшить. Может быть сделать подешевле еще, может быть побезопаснее, но даже не знаю особо как, только если сами осознанные жители будут. А еще есть зоны покрытия самокатов, и когда ты между зонами едешь, он начинает оттормаживаться до 3, что ли, километров в час, и ты такой и не туда уже, и не сюда, то есть ты случайно вылетел из этой зоны, и дальше ты вот так вот едешь обратно, чтобы вернуться. Да, отлично все, быстро. Чтобы не сталкиваться с ограничениями скоростного режима и использовать двухколесный транспорт в любое время суток, руководитель интернет-проектов телеканала «Самара ГИС» Александр Кочетов электросамокат приобрел. И теперь свободен от ожидания общественного транспорта, пробок и необходимости искать парковку. Плюс на него не нужно прав, которых у меня нету, нет проблем с парковкой, можно затащить домой, поставить в коридорчике, никому не мешает. На лето на самом деле идеальный вид транспорта. В довольно компактное транспортное средство, не считая стоимости покупки в 80 тысяч рублей, Александр уже вложил 5 тысяч рублей за установку кресла, так ездить безопаснее, и полторы тысячи за техническое обслуживание. Впрочем, как отмечает Александр Кочетов, при бережной эксплуатации электросамоката вкладывать много средств в него не придется. Главное перед началом сезона проверить транспортное средство на предмет исправности. Для этого в «Самаре» существуют профильные сервисы. Я его привожу, мне здесь все подтягивают, проверяют, регулируют, и можно кататься до конца лета. Если этого не делать, естественно, начнутся крутые поломки. Допустим, механизм складывания, если полетит, он здесь. Это уже можно попасть где-то на 5 тысяч. А если выйдет из строя аккумулятор, бюджет владельцев электротранспорта может серьезно пострадать. Такая поломка обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Чтобы избежать подобных неприятностей и обезопасить себя на дорогах, необходимо соблюдать скоростной режим – не более 35 км в час – и заботиться о транспортном средстве, как о собственном ребенке, отмечает Александр. Тогда в порядке останутся и карман, и нервная система, и вы, и пешеходы. Без шлема выезжать на дорогу или на тротуар в принципе нельзя, категорически. Какие-то небольшие выбоины, и ты сразу летишь через руль. Шлем от подобных ударов об асфальт голову действительно хорошо защищает. Я это уже на своем опыте проверил. Приобрести электросамокаты сейчас можно даже в интернет-магазинах. Цена зависит от технических характеристик и габаритов. За двухколесные транспортные средства просят от 20 до 110 тысяч рублей и выше. Так или иначе, решать, что лучше – взять самокат в прокат или купить свой – личное дело каждого. Но надо отметить, что компенсировать недостаток движения могут не только рули колеса. Свои эмоции, к примеру, некоторые выражают в танце – красиво, полезно, незатратно и, самое главное, безопасно. Ольга Павлова, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. Они могут обратиться к ситуации и планировать свои маршруты заблаговременно. Следствие по городу Кенель проводит проверку из-за падения подростка в колодезный люк и его травмирование. По версии силовиков, причина произошедшего – несоблюдение требований безопасности жизни и здоровья потребителей. Днем во время игры 12-летняя девочка наступила на доску, которая прикрывала колодезный люк. Он располагается на пересечении у Лисполевой и Демьяна Бедного в Кенеле. Ребенок получил ушиб левой голени. Сейчас следствие узнает детали произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. В детских лагерях Самарской области подорожает питание. На летнюю кампанию добавят денег из региональной казны. В Самарской области изменили предельную стоимость путевок для детей. Их стоимость для отдыхающих, за исключением детей в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, установлена в размере 19 131 рубля. Ранее было 17 871 рубль. При продолжительности пребывания 21 день стоимость койка дня составляет 911 рублей. Ранее 851 рубль. Что касается детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сирот и оставшихся без попечения родителей, то для полной оплаты их отдыха в стационарных лагерях за счет областного бюджета на каждого ребенка будут выделять по 20 160 рублей. Ранее было 18 900 рублей. Для отдыха ребят в санаториях при полной или частичной оплате стоимость путевки составит теперь 24 822 рубля. Прежде 23 562 рубля. В Самаре специалисты приступили к разработке нового мобильного приложения. Местные жители смогут с удобством расплачиваться в транспорте. По данным городской администрации, необходимость в мобильном приложении появилась из-за прекращения работы сервиса. С российского рынка весной 2022 года ушел иностранный разработчик, благодаря которому местные жители могли оплачивать проезд. Новое приложение для смартфонов, объединенная транспортная карта, планируют внедрить летом текущего года. Отмечают, что пополнить баланс карт пассажиры смогут также через сторонние приложения банков или в пунктах пополнения в почтовых отделениях. Полицейский из Клявлина обнаружил на одном из подворья села свежесурубленные деревья. 58-летний хозяин дома разрешение на вырубку предоставить не смог и пояснил, что деревья срубил для личных нужд. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия в дубовой роще, которую указал селянин. В присутствии понятых полицейские изъяли бензопилу, спил из деревьев и пеньков, которые направили на экспертизу. Как установили полицейские, житель Клявлинского района своими противоправными действиями причинил Министерству лесного хозяйства охрана окружающей среды и природопользования региона материальный ущерб на сумму около 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Самаре завершается первый районный этап ежегодного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Как проходили соревнования в Кировском и промышленном районах, узнала наша съемочная группа. В Кировском районе прошли соревнования областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В районном этапе принимали участие 40 школьных и дворовых команд. В них играли юноши и девушки в двух возрастных категориях. Победители в каждой группе вышли в городской этап. Ярослав Чуклай вместе со своим братом Яном в секцию по футболу ходят уже пять лет. Когда все приходят на тренировку и упражнения веселые, где надо бегать. Главное для игрока не сдаваться, играть до последнего. Ян Чуклай – вратарь, и у него свой секрет успеха. Вратарем тяжело быть? Ну да, там надо быть всегда собранным. Турнир «Лето с футбольным мячом» много лет проходит в Самарской области. Это прекрасная возможность для детей проявить себя. У нас тренировки проходят постоянно. Это просто этот турнир проходит каждый год. Это как дополнительный турнир для ребят, где они могут себя показать. Они могут играть за свою школу и, так скажем, выиграть медали, кубки. Также для школы это престиж. Командная игра – самое главное. Всегда ребятам объясняем, чтобы играли в футбол комбинационный через пас. В промышленном районе также подвели итоги турнира. Команды из школы номер три попали на пьедестал в каждой категории районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». А среди юношей и девушек старшего возраста и вовсе стали победителями. В школе дети занимаются футболом уже с первого класса, отрабатывают основы. И если показывают успехи, то начинают заниматься профессионально. Начиная с первого класса мы начинаем заниматься. Азы преподаем, а потом уже направляем в другие клубы какие-то, и они дальше продвигаются. Вот недавно у нас ездил мальчик старшей, взрослой категории, на просмотр в «Академика» на плево. И вроде там все благополучно у него связывается. В младших группах победили у девушек ученицы школы номер пять, а у юношей – команда спортклуба «Виктория». Теперь эти коллективы будут играть на городском этапе, сражаясь в матчах с лучшими командами из других районов. Хочу пожелать командам, победителям удачи, верю в их победу и очень надеюсь, что мы увидим те команды, которые победили сегодня у нас в промышленном районе, в районном этапе, мы их увидим в финале областном. На церемонии награждения победителей отметили также и активно болеющих родителей, тренеров команд и судей. Вручение наград сопровождалось концертной программой и выставкой, организованной военно-патриотическими клубами района. Андрей Горгуленко, Юлия Василькина, Василий Калдашов, Николай Епифанов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Телеграм-канал Самарского района сообщает, что абитуриенты региона могут отправить документы в ВУЗ для поступления по почте заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Контрольный срок доставки для заказных писем и бандеролей – до шести дней. Важно правильно заполнять адресные строки, в том числе корректный индекс места назначения. Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России. Для максимально быстрой отправки документов в учебное заведение абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением. Курьер заберет посылку в удобном для клиента месте и доставит ее адресату. Отправка осуществляется по принципу «от двери до двери». Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко в своем телеграм-канале рассказывает о фестивале на «Молодежной волне-2». Он прошел накануне вечером в районе и был украшен красками позитива, наполнен молодежной энергией и драйвом – яркими аккордами рок-музыки. Фестиваль стал сюрпризом для всех, кто пришел в сквер Устинова. На импровизированной сцене выступили исполнители разных поколений – начинающие, но уже блистательные вокалисты и профи, исполнению которых аплодировали концертные залы страны. Украшением фестиваля стала концертная программа молодежной кавер-группы «Ветер перемен» из города Безенчук. В департаменте городского хозяйства и экологии рассказывают о работах, которые ведутся на улице Гагарина. Там производится разлив битумной смеси и укладка «ЩМА-16». Главная сфера применения – щебеночно-мастичных смесей, асфальтирование городских улиц с интенсивным движением. Эту смесь все чаще используют и для устройства взлетно-посадочных полос. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»